Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. 21-й год, который на этой неделе будет рассматривать ОЗС. Деньги пойдут на покупку лекарств, дорогостоящих расходных материалов, кислорода для пациентов, на тесты, маски и перчатки, на топливо для скорой, а также на реализацию нацпроектов. Отмечу, что регион получил еще дополнительные деньги с федеральной казны на пандемию, 42 миллиона на лекарства и 345 миллионов на обеспечение медицинских организаций. Программа Экономика. Кировский бюджет получит почти миллиард рублей по налогам. Дополнительно налоговая предложила увеличить прогноз поступления средств на 880 миллионов рублей в этом году. 400 миллионов – это поступление налога на прибыль организаций, который по результатам декларирования за 2020 год и первый квартал 2021 показывает рост в полтора раза. Еще большую сумму дополнительно – 470 миллионов рублей – бюджет рассчитывает получить по НДФЛ. В этом году его поступления выросли на 10% и рост этот превысил ожидания властей. Около 10 миллионов дополнительно придет благодаря взысканию долгов. Самозанятые улучшили статистику о численности бизнеса. По состоянию на 1 января 2021 года общее количество хозяйствующих субъектов сферы малого и среднего предпринимательства в Кировской области составило почти 51 тысячу. Такие цифры дает Кировское министерство промышленности, предпринимательства и торговли. За год цифра увеличилась на 3 тысячи. Хотя он был сложным для бизнеса и ожидалось сокращение числа предпринимателей, введение год назад налога на профессиональный доход формально число бизнесменов увеличило. Почти 5,5 тысячи жителей региона зарегистрировались как самозанятые и компенсировали численные потери среди других категорий предпринимателей. Экономика. Завершение о валютах. Доллар уже 71 рубль 52 копейки, евро стоит 87,33. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Почти 5,7 bijvoorbeeld ambulация региона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 있inken.